Иисус 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 Спасибо большое за этот музыкальный номер. Итак, детки, у меня к вам есть вопрос. Кто знает, что это такое? Как вы думаете? Что это? Ключи. Окей, ключи. А что можно делать ключами? Кто знает? Открыть двери и заводить машину. Окей, хорошо. Так вот, это на самом деле правильно. Это ключи от машины. И я вам хочу рассказать небольшую историю про одного дядю. Его звали Алекс. И про то, какая история у него случилась с его ключами. У него была очень небольшая командировка у Алекса, и ему надо было поехать в другой город. Но город был далеко, и до него нужно было ехать весь день. Алекс утром собрался и поехал рано-рано утром. Но до вечера он не успел доехать в город. И до города было еще далеко, поэтому он остановился в гостинице. После того, как он пережил там ночь, он начал снова собирать все свои вещи, чтобы продолжать путь. И тут, когда он подошел до своей машины, он не смог ее открыть, потому что ключей у него с собой не было. Он очень сильно перепугался, что же ему делать, как же он доберется до своего города. Но потом он вспомнил про молитву. Он помолился Иисусу, чтобы он помог ему. И тут же после этого он вспомнил, что, может быть, он мог оставить свои ключи в номере. Он вернулся в свой номер и проверил все еще раз там. Оказалось, что ключи были под одеялом, и он просто забыл их на кровати. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, что если помолиться, Иисус нам поможет. И это тот, на которого мы можем надеяться всегда. Кто хочет помолиться? Кто-то еще хочет помолиться? Дорогой Иисус, асави наш день. Папа на работе, меня в садике. Асави. Дамир в школе. Аминь. Аминь. Окей, проходите на свои места и берите разукрашки. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро, дорогая церковь! Сегодня на уроке Субтитры создавал DimaTorzok И я хочу на этот же вопрос еще немножко с другой стороны посмотреть Те, кто знаком с историей адвентистской церкви Помнят, что наши пионеры, адвентисты седьмого дня Приняли план финансовых пожертвований Известных как систематическая благотворительность И если на это посмотреть С точки зрения участия каждого в миссионерской деятельности То, конечно, очень приятно чувствовать Что наша благотворительность является проявлением Тоже нашего участия в миссионерской деятельности В то время многим соблюдающим субботу адвентистским служителям Приходилось нелегко Они финансировали свою миссионерскую деятельность И проповедование Евангелия по всему миру Своими финансовыми, своими средствами И многие не выдерживали такой нагрузки Это было тяжело И появилась проблема ухода некоторых служителей с этой работы Поэтому для решения этой проблемы в 1859 году На генеральной конференции было принято решение Осуществить вот такой план Который назвали систематическая благотворительность Для того, чтобы помогать нуждающимся Помогать тем служителям Которые имеют призвание к миссионерской деятельности В этой работе И в этом же году Елена и Джеймс Уайт Организовали выпуск нового издания Новой газеты Которую назвали Добрый самаритянин И девизом этой газеты Были такие слова Цитаты из Библии Возлюби ближнего своего Как самого себя Газета Добрый самаритянин Получила всеобщее одобрение И был организован комитет Для сбора таких средств Для помощи нуждающимся Он состоял целиком из женщин Первым решением этого комитета Было призвать на служение В 48 штатах представителей Которые тоже все были женщинами И мы видим, что движущей силой Этого движения были наши женщины И Елена и Джеймс Уайт В своих газетах Во всех выпусках Помогали людям Находить Средства Находить возможности Для помощи обремененным И показывали Сами непосредственно Своими действиями Пример для окружающих И вот в качестве Такого Действия Этого примера Благого Хочется вспомнить И вдову С ее двумя лептами И в том числе Вот такая женщина Ричмонд Которая была Сама по себе Очень бедной Но нашла возможность Организовать Группу взрослых и детей Которые тратили Около трех часов в неделю На плетение Шляп из пальмовых листьев Продавали эти шляпы И за месяц Такой деятельности Они набрали Более четырех долларов Которые смогли Отправить нам Помощь нуждающимся Звучит Интересно Тем не менее Такие благотворные Примеры Продолжали свое действие Но С началом Гражданской войны Издание этой газеты Было прекращено И Тем не менее Само понятие Систематическая благотворительность Вошло в жизнь И Продолжалось И в наше время Мы уже знаем Многие Идеи Новые Рычаги Для Выполнения Такого служения Такой работы Когда-то Я впервые Услышал О понятии Второй десятины Это было Сначала Как-то Напрягло Но Со временем Осознал Что Какое-то Великое Благословение Когда есть Некий Такой Семейный фонд Из которого Можно оказывать Помощь другим Слава Богу За Эти Призывы За Эту Инициативу Недавно На одном из уроков Субботней школы Учитель в нашей группе Задал вопрос А что Вам помогает В Осуществлении Жертвенности В Подпитке Этого чувства И я вспомнил Слова Такой Народной мудрости Который С молодости Постоянно Часто звучит Внутри Что Отдашь С тобой Пребудет Что Оставишь Потеряешь И действительно Это очень Помогает Расставаться Со средствами Действительно С хорошим Настроением Как это Сегодня Тоже Говорилось Быть Оставаться Довольным Дело Начатое Пионерами Адвентистами Продолжается И сейчас Для каждого Из нас Эта Благотворительность Делает Нашу Миссионерскую Деятельность Систематической То есть Мы К этому Приобщены Слава Богу Во все Времена Благотворительность Служит И телу И душе Я призываю Вас Не останавливаться На этом пути И продолжать Быть участниками Этой миссии Своими пожертвованиями Давайте помолимся Наш Небесный Отец Мы благодарим Тебя За Твое присутствие В этом месте И Просим Господи Ты наполняй Своим Духом Святым Каждого Стремящегося Участвовать В Твоем Великом деле И Чтобы мы Помогали Нуждающимся Самыми добрыми Побуждениями Каждый из нас Чтобы мог явиться Светом для окружающих С помощью этих пожертвований Благослови Собранные средства И Распорядись Ими Наилучшим образом Просим У Тебя Обо всем Во имя Твое Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Тихий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро, дорогая Церковь! Рады приветствовать вас в Доме Божьем Светлым именем Господа Иисуса Христа Слава Господу, что сегодня есть новая возможность Быть здесь Учиться у ног Иисуса Общаться друг с другом Слава Господу! Мы рады видеть всех вас здесь на нашем служении Есть здесь кто-то, кто в нашей церкви сегодня впервые? Поднимите, пожалуйста, руку Есть кто-то на служении? Есть еще кто-то? Ага, и вижу рука сзади Так, братья и сестры, обернитесь, чтобы вы видели новых людей, которые пришли в нашу церковь Обязательно подойдите, познакомьтесь с этими людьми, чтобы они почувствовали, что им добро пожаловать в нашей церкви В начале нашего служения я бы хотел, чтобы вы обратили ваше внимание на несколько объявлений из жизни нашей церкви Сегодня к нам с проповедью обратится пресс-фитер нашей церкви, брат Анатолий Поэтому поддержите его в молитве Особенно мы с ним разговаривали За пару минут до того, как выходишь сюда на сцену, сердце начинает биться чаще Поэтому поддержите его в молитве, чтобы Дух Святой передал ту весть, которую Он приготовил для нас Молитесь за его служение Напоминаем, что у нас открыт фонд помощи украинской церкви для приобретения дома молитвы Этот фонд будет открыт еще в эту субботу Так что, если у вас есть такое желание поддержать служение украинской церкви, общины, пожалуйста, обратите на это ваше внимание Также напоминаем, что служение вечери Господней в этом квартале будет 18 марта 18 марта служение вечери Господней Уже сегодня начинается регистрация на встречу женского отдела в Леоне Мидоуз В бюллетнях, которые вам раздавали, вы найдете QR-код, перейдя по которому, сможете попасть на регистрационную форму Там будет вся информация о стоимости и условиях Спикером на этой встрече будет Наталья Друми Также за дополнительной информацией можете обращаться к нашей сестре Балкан Светлане Для всех женщин не упустите эту возможность Только женщины, пожалуйста, не забудьте что-то приготовить Не оставляйте нас голодными, когда вы уедете на эту встречу Это будет, я уверен, что это будет большим благословением Поэтому вы найдете QR-код и сможете найти там всю нужную вам информацию Еще есть дополнительная информация по поводу разных мероприятий и кемпингов, которые намечаются у нас в церкви в этом году Вы можете найти их в ваших бюллетнях Также у меня есть тут одна такая интересная форма Вот, эта форма называется байкатон Это вот нашего клуба следопытов Байкатон на русском это велопробег, правильно? Вот такой вот велопробег И к вам сегодня, начиная сегодня, могут подходить такие сомнительные лица Немного, то есть, либо короткого возраста, либо высокого Это наши следопыты Что это такое? Вы, вас попросят стать спонсором для участника этого велопробега Все деньги, которые пойдут, все деньги, которые будут собраны Они пойдут на то, чтобы оплатить дорогу или частично оплатить дорогу на всемирный съезд следопытов Который будет в этом году в Вайоминг Так что это очень важное служение Если у вас есть такая возможность, вы можете вписать свое имя Но вот есть один маленький нюанс Там будет указано количество миль И вы становитесь спонсором на определенные мили То есть, вы не одну сумму туда вписываете А сколько миль проедет ваш участник, которого вы спонсируете Столько и придется заплатить Так что поддержите обязательно это служение Это очень интересно Это организовывает конференция Берут определенный участок дороги, закрывают За этим всем следит полиция Это очень интересно Если к вам подойдут, пожалуйста, поддержите служение следопытов Вот таким вот образом И последнее объявление на сегодня Я проезжал тут по Файероксу и видел такую вывеску Там было написано следующее Самое быстрое млекопитающееся – это ребенок Маленький ребенок с ключами в руках Так что маленькие дети, мы знаем, они очень быстро бегают Они очень шустрые Откуда они эти печеньки находят – непонятно Но большая просьба родителям, бабушке, дедушке Пожалуйста, проследите, чтобы эти печеньки не валялись в карпете Потому что это потом треба выдебывать из карпета Оно не всегда пылесосом так легко это убрать Иногда его буквально ручно надо убирать И на это уходит очень много энергии Так что, пожалуйста, проследите, чтобы, если ваш ребенок голодный Выведите его на улицу, покормите, напоите В зале, только чтобы была чистая вода Если прольется, то прольется Так что, пожалуйста, обратите на это внимание Итак, это были все объявления На этой неделе наша церковь, имея добрую нашу традицию Мы будем молиться за семью казаков Вадима, Ингу, Лену и Эльмиру А также за нашу сестричку Кербел Жанну Вот вы можете видеть фотографию семьи казаков И есть фотография нашей сестры Жанны Кербел Поэтому будем молиться на протяжении этой недели За наших братьев и сестер Также на этой неделе у нас были именинники Юрий Копытов, Каролина Русу, Кристина Кочмар, Вячеслав Колесник, Дарина Комлык, Алина Канюс, Елена Тарлев и Марта Томин Мы желаем вам хорошего дня рождения, Божьих благословений, Божьего присутствия в вашей жизни Пускай Господь исполнит все нужды вашего сердца Братья и сестры, если вы еще это не сделали Есть такая возможность будет после служения Подойти и поздравить наших братьев и сестер Также наша церковь молится за личные молитвенные просьбы Мы продолжаем молиться за Ольгу Казаренко Молимся за Богдана Сыпьюка Ему, кстати, вчера сделали операцию Просим молиться также за Даниила Колодий Он был в госпитале на этой неделе Дальше молимся за восстановление после операции Олега Колбача И также молимся за окончание войны на Украине Это те молитвенные просьбы, с которыми к нам обратились Я уверен, что их есть намного больше Господь знает Я бы хотел, чтобы первая молитва прозвучала прямо сейчас Но я бы хотел прочитать вам перед тем, как мы будем молиться 106-й псалом Интересный очень псалом, мне он очень понравился Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечно любовь Его неизменная Да скажут так искупленные Господом те, кого Он избавил Кого собрал Он вместе из стран разных С востока и запада, с севера и юга Да благодарят они Господа за любовь Его неизменную И за дивные дела Его для потомков Адама Я понимаю, что это сказано об Израиле Но нас тоже Бог собрал с разных стран И то, что у нас есть церковь здесь, в этом городе Это большое благословение, и за это слава Богу Давайте мы вместе поднимемся и в общей молитве обратимся к Господу Господи, мы благодарны Тебе, что Ты хранил нашу жизнь на протяжении прошлой недели Мы благодарны Тебе, Господи, что мы видим Твою руку в нашей жизни постоянно Ты заботишься о нас, Ты, Господи, переживаешь за нас Ты даруешь нам возможность зарабатывать, возможность жить, Господи, существовать Благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для нас Благодарны Тебе, что Ты нашел нас в этом мире Что Ты спас, Господи Благодарны Тебе за церковь, которая у нас есть Благодарны Тебе за служение, которое можем сегодня проводить. Господи, благослови Твоим особым благословением брата, который будет обращаться к нам с проповедью. Пускай Дух Твой Святой руководит этим процессом, чтобы, Господи, мы услышали ту весть, которую Ты приготовил для нас. Дай, чтобы наши сердца и наш разум были открытыми для восприятия Твоих святых истин. Отец Небесный, у нас есть много именинников, которые праздновали свой день рождения. Спасибо Тебе за то, что Ты продолжаешь жизнь каждого из нас. Благослови Тебе этих людей. Благослови и укрепи их семьи, Господи, их здоровье, их достаток, благополучие. Будьте вместе с ними, Господи. Благослови также семьи, за которых будем молиться на протяжении этой недели, Господи. Твоим особым присутствием пребудь с ними на эту неделю, чтобы они увидели результат того, что Церковь молится за них. Господи, у нас есть братья и сестры, которые болеют. Мы просим Тебя за их быстрое выздоровление, если на это есть Твоя воля. Господи, укрепи их физические силы, Господи. Укрепи их дух. Помоги, чтобы никто не сдавался, Господи. Чтобы никто не разочаровывался в жизни, чтобы никто не разочаровывался в Тебе. Укрепи, Господи. Укрепи и благослови братья и сестер, за которых молимся. Господи, также большая просьба Тебе о той войне, которая проходит на Украине. Господи, благослови людей, которые находятся там. Благослови людей, которые потеряли родных, близких, Господи, которые не знают, как существовать, как жить дальше, которые потеряли свои дома. Благослови, Господи, поддержи их. Дай и нам замечать нужды их по мере наших возможностей и помогать им. Господи, помоги, чтобы эта война могла чем быстрее остановиться. Отец Небесный, сильно просим Тебя об этом. Останови это кровопролитие. Господи, благодарны мы Тебе за все, что Ты делаешь для нас. Благослови Ты наше служение. И чтобы во всем, что мы здесь делаем, Твое имя святое было прославлено сегодня и во веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Диме Найдем Дима Торзок Дорожен И И Дима Торзок Наши головы перед Господом! Благословенный Отец, осознавая свою полную зависимость от Тебя, от силы Твоего Духа, который бы работал над нашим сердцем и разумом нашим, мы, Господи, преклоняемся пред Тобой и просим, пусть Дух Твой Святой наполняет каждого пришедшего сегодня в этот зал. Возьми под свой контроль и Духом Твоим Святым вложи слова Твои, чтобы они касались нашего сердца и преобразовывали нашу жизнь. Мы на Тебя полагаемся, Тебе доверяем, Твоих благословений ищем и в этом слове во имя Иисуса Христа просим. Аминь.